Мы начинаем разбирать профилактику. Это четвертый шаг из комплекса очищения, регуляции, восполнения, профилактики. Между четырьмя временами года есть переходные периоды. В периоды смены времен года организм проходит определенную адаптацию к новому сезону. Начало весны, начало осени, начало лета – это важные периоды китайского календаря. Мы должны помнить, что в такое время надо заниматься профилактикой возможных болезней, особенно простуды, лихорадки, поноса и т.д., включая повышение артериального давления у пожилых людей. При смене сезонов человек ощущает определенный дискомфорт. А если в переходные сезоны вы не спите по ночам, испытываете стресс на работе, нервничаете, то эти негативные факторы сильно влияют на снижение иммунитета. А сниженный иммунитет – это неполноценная защита от инфекций. Если человек нервничает или сердится, это очень опасно. Стресс и злость – это спусковые крючки для многих заболеваний. Злость подобна тигру, спустившемуся с горы, чтобы убивать людей. Также опасен гнев. Если вы испытываете злость и гнев во время смены сезонов, особенно в сочетании с высокими нагрузками на работе или с какими-то либо неприятными событиями, это может быть, начиная от несчастной любви и заканчивая финансовыми потерями, соединение всех этих негативных факторов может очень легко спровоцировать болезнь. Что же делать? В переходные между сезонами периоды обязательно надо заниматься профилактикой. Поможет продукция тяньши. Например, в начале зимы или при наступлении сильных морозов следует начать прием капсул с мицелием кардицепса. При небольшом насморке надо принять две капсулы и через два часа еще две. Таким образом вы задавите болезнь в самом зародыше. Мы можем использовать продукцию тяньши для повседневной профилактики. Так мы сформируем хорошие жизненные привычки, которые будут включать очищение, регуляцию, восполнение и профилактику. А хорошие жизненные привычки обеспечат нам хорошее здоровье. Продолжение следует...